61-летний Александр Васильев заявил, что попал в коммунарку из-за 70-летней надежды Бабкиной. Однако историк моды ни в чем не винит артистку и желает ей скорейшего выздоровления. Александра на прошлой неделе госпитализировали в клинику в коммунарке с подозрением на коронавирус. Ведущий модного приговора заболел вслед за своей коллегой по шоу Надеждой Бабкиной. У артистки COVID-19 не подтвердился, однако ей диагностировали тяжелую форму пневмонии. Васильев контактировал с Бабкиной 31 марта. Тогда они отсняли 4 выпуска модного приговора, а на следующий день певицу госпитализировали. Александр считает, что заразился от коллеги. Я Бабкину ни в чем не обвиняю, хотя не сомневаюсь, что заразился от нее. Она в том виновата. Она тяжело заболела, находилась в медикаментозной коме. Сейчас настолько слаба, что не может говорить. И это неудивительно, к своему юбилею она похудела на 23 килограмма, красоты ради. И это тоже могло повлиять на течение болезни, высказался Васильев. Телеведущий сдал тест на коронавирус, но он пока не готов. Историку моды пока диагностировали только двустороннее воспаление легких. Сейчас Александр находится в клинике в коммунарке, у него отдельная палата в три окна. Васильев всем доволен, и едой, и обслуживанием. По словам Васильева, перед госпитализацией у него был сухой кашель, высокая температура и головная боль, как при гриппе. Телеведущий думал лечиться народными средствами и не хотел вызывать скорую помощь. Обратиться к медикам его заставила Елена Малышева. Александр признался, что не унывает и не теряет оптимизма. «Я считаю, что нынешнюю ситуацию совсем без юмора нельзя воспринимать, но на всякий случай завещание уже составил», — с иронией заявил историк моды в интервью КП. Надежду Бабкину врачам пришлось вводить в искусственную комму из-за двусторонней пневмонии. Артистка проходит лечение в частной клинике.